На сегодняшний момент я старший золотой директор компании Reflame. Когда-то, несколько лет назад, мне было 19 лет, и я очень научился в Миллиардативной Академии города Новочеркасска. Знаете, на тот момент, конечно, я даже и подумать не мог, что моя жизнь будет связана с компанией Reflame. Три моей одногруппницы, молодые девочки, студентки, приносили каталоги на занятия, собирали заказы, показывали пробники, и мне это казалось, ну, откровенно говоря, каким-то лохотроном. То есть я смеялся над ними, говорил, что они дурочки бегают, продают, а кто-то сидит и считает деньги, что все это разливается в подвалах, а не в какой-то там Швеции, как они мне рассказывали. Девочки послушали меня и бросили. Еще через несколько месяцев я встретил свою знакомую, ее зовут Мария, и она у меня спросила, Сережа, ты хочешь заработать денег? Ну, конечно, я сказал, хочу. На вопрос, что надо делать и что за работа, она мне ничего не ответила, и она пригласила в гости. Сказала, приходи в гости, все узнаешь. Я заинтригованный, в назначенный день и час пришел в гости. Мы сидели на кухне в обычной квартире, и нас было трое. Я, это девушка Мария и Ольга Рубан, которая на тот момент рассказывала мне о том, что она зарабатывает 1000 долларов в месяц, что она только вернулась то ли с Италии, то ли с Испании, в общем, в заграничной поездке, где неделю ей оплатила компания Reflame. Знаете, я в это просто не мог поверить, потому что я жил в семье военнослужащих, и как думаете, вот моя мама 20 лет прапорщик воинской части. Сколько раз мы были за границей? Ну, вы, наверное, уже догадались. Да ни разу, то есть дальше Черноморского побережья на 3 дня мы не ездили. С отцом они развелись, когда мне было 10 лет, и вот с того времени мы живем с мамой. Но живем, наверное, громко сказано, скорее существуем. Потому что в свое время родители ездили по территории страны, и в конце концов мы оказались в Краснодарском крае, в маленькой станице с населением буквально там, может быть, 3-4, я даже не знаю, ну уж 5 тысяч человек. И мы оказались просто в нищете. С мамой приходилось зарабатывать деньги воинской части для того, чтобы прокормить нашу семью. Мы с ней жили вдвоем. Приходилось держать хозяйство, то есть всяких уточек, курочек, огород. Вы знаете, я терпеть не могу. И когда сейчас приходят в мою группу люди, у которых есть какие-то свои земельные участки, дачи, огороды, мы с ним быстренько ставим цель. Из этого прекрасного земельного участка сделать шикарнейший бассейн. Вы знаете, им эта цель так нравится, и уже некоторые на подходе к тому, чтобы осуществить это. Ну, что касается меня, на той встрече я послушал и совсем не собирался подписывать договор с компанией Reflame. Я взял у них документы для того, чтобы найти, где здесь врут. Я хотел раскусить, разоблачить весь этот лохотрон, всю эту пирамиду Reflame. Целую неделю я думал, изучал, читал, делал звонки спонсору, тому, кто пригласил меня, для того, чтобы узнать, а вот как это, а вот как здесь. Самое интересное, что через неделю я пришел, и как, помните, Елена Воробей в сценке с Гальцием, она говорит, ну возьмите меня. Вот я в таком состоянии появился и спросил, что надо делать. Ответ был прост. Пригласи пять человек на встречу. Я совсем не понимал, для чего это, что Reflame может дать какой-то бизнес. Мне просто интересовали деньги. И я тупо выполнял то, что мне говорили. Конечно, я параллельно задавал вопросы и начал уже обучаться. Ну, а что было дальше? Тут наступили летние каникулы. Я сдал сессию и уехал в свой город. Кстати, почему город? Да, мы с мамой не задолго до этого переехали из станицы в город Кропоткин. Маленький город, население 80 тысяч человек. Я приезжаю туда. Этот город для меня, в принципе, новый. Научеркасск новый. И вот летние каникулы я в Кропоткине. Я лично очень активно и был настроен, и был готов подписывать людей, строить структуры, выращивать директоров. Но когда я обратился к одним, вторым, третьим, пятым, десятым знакомым, все отказались. Люди говорили мне, что зря ты этим занялся. Тут уже люди пробовали. В нашем городе это нереально. Кто-то говорил, что это вообще несерьезно. Это для девочек. Ну, некоторые друзья надо мной посмеивались, откровенно говоря. Вы знаете, через все это стоило пройти, для того, чтобы иметь то, что имеем мы с женой сегодня в Арифлейме. А что вы имеете? Сейчас расскажу об этом. Но, что интересно, на первую мою встречу я пригласил пять своих знакомых. Ольга приехала из Новочеркасска ко мне. И вы знаете, люди послушали, и, ну, по-моему, только двое подписались, что точно не помню. На следующую встречу через неделю эти люди пригласили своих знакомых, и я пригласил еще несколько человек. Нам отказывали, и мне, и Ольге. Но как важно, чтобы появились первые люди, которые сказали «да». Эти люди, которые поняли возможности Арифлейм. Прошло несколько лет. Что мне это дало? Ну, мои друзья, которые учились вместе со мной в ВУЗе, они получили, как и я, высшее образование. Их целью было пойти на работу по специальности. Профессия называется инженер-землеустроитель. Сейчас земельные реформы, это модно, актуально. И мой друг получает в городе Краснодаре приличную зарплату 12 тысяч рублей. 7 тысяч рублей он платит за съемную квартиру. На остальные, ну, я не знаю, можно ли жить вообще, да, на остальные. И он до сих пор берет деньги на жизнь у своих родителей. Когда я заканчивал ВУЗ, я уже закрыл в Арифлейм квалификацию директора. Имел ежемесячный доход более 30 тысяч рублей. И, конечно, ни о какой работе по специальности я и думать не мог. Но важно, моя мама даже тогда, когда я был директором Арифлейм, говорила мне, Сережа, Арифлейм это так хорошо, прекрасно. Ну, понимаешь, это нестабильно, ненадежно, надо устроиться на работу. Как бы я ни пытался объяснить маме, она уж очень хорошо знала возможности Арифлейма. И спрашивала меня, Сережа, ну, Арифлейм можно заниматься 2-3 часа в день? Ну, конечно, вам, да, этим бизнесом можно всего 2-3 часа в день заниматься и получить огромный результат. Ну, давай так, ты устроишься на работу, а 2-3 часа в день будешь заниматься Арифлейм. Как тяжело мне было объяснить маме о том, что одни люди всю жизнь ищут хорошую работу, а другие строят сети и богатеют. Но сегодня мама это уже поняла. Моя жена, да, вот мы заговорили о ней. Сегодня она директора. В ее группе уже 4 человека закрыли квалификацию директора. Но тогда 2 месяца она говорила мне, нет, молодая девушка, студентка. Я говорю, Галя, давай, у тебя есть знакомые, молодежь, они активно пользуются косметикой, они хотят зарабатывать, давай пригласим их, подпишем, научим. Она говорила, знаешь, никому это не надо, никто Арифлейм не пользуется, и вообще мне это не получится. Вы знаете, 2 месяца. После этого она подписалась и за первый каталог лично сделала заказы на 470 баллов бонуса один новичок. Больше я не верю тем людям, которые мне говорят о том, что у них не получится. Вы это можете, я верю в вас. У вас это получится. Но трудности будут. И говорят, что успех это множество неудач. Готовы ли вы пойти на это? Готовы ли вы получить то, что получили мы всего лишь за несколько лет? Если бы мне буквально 2-3 года назад сказали, Сережа, вы с женой в 2007 году получите только премию 3000 долларов, ну просто подарок. Если бы мне сказали о том, что вы с женой будете ежемесячно получать доход более 5000 долларов, как вы думаете, я бы в это поверил? Знаете, всего лишь 2-3 года назад я бы сказал, ну это невозможно. Да, у нас есть результат в Арифлейм, но мы не так быстро растем. Оказывается, можно вырасти за короткий срок. Можно выйти из зоны комфорта, можно идти дальше. Если бы мне сказали, что в 2007 году ты копишь себе новый автомобиль Ford Focus за полмиллиона, я бы тоже в это не поверил. Если бы мне сказали, что вы будете неделю отдыхать на Канарском острове Тенрифе, то что же знает где, мы 7 часов на самолете летели. Представляете, это возле Африки, Атлантический океан, красотища вообще. 4-й звездочный отель. Но вы понимаете, что для меня пацана из нищеты попасть на Канары? Ну, этот список можно продолжать долго, если бы то, если бы это. Я вам скажу честно, что я не пошел в армию. Я там никого не знаю. Я остался здесь. Но в нашей жизни все стоит денег. Некоторые люди считают, что самое главное это здоровье. Я с ними согласен. Но для того, чтобы я остался здоров даже в возрасте 60, 70, 100 лет, мне нужны деньги, чтобы поддерживать мое здоровье, чтобы питаться, чтобы отдыхать, ну и так далее. В конце концов, конечно, не в деньгах счастья, даже не в их количестве. Наверное, вы скажете, что духовность на первом месте, правда? Но скажите, кто ближе к Богу? Тот человек, который может помочь своим друзьям, своим родственникам в тяжелую минуту? Тот человек, который может восстанавливать и строить храмы? Или тот бедный, у которого одни мысли? Какой Бог? У него одни мысли? В чем ребенка завтра деть в школу отправить? И что ему накрыть на стол, когда у него будет день рождения? Кто ближе к Богу? Кто более духовный человек? Но я думаю, вы знаете правильный ответ. Я попробую угадать, почему вы сейчас смотрите эту запись. Но, наверное, вы хотели бы как-то улучшить свой уровень жизни. Вы хорошо живете, и, скорее всего, у вас еще есть мечты и цели. Возможно, вы хотели бы помочь своим детям. Потому что сейчас мы с женой ждем нашего первого ребенка. И вы знаете, я просто счастлив. Ведь я уже думаю о том, что когда мой ребенок будет заходить в магазин, мне не будет стыдно. Я смогу ему купить любую вещь, которую он захочет. Когда мой ребенок будет изучать историю, я смогу ему показать вживую эфелевую башню, египетские пирамиды, ну и другие прелести нашего мира. И мне не надо будет прятать глазки в сторону и говорить, ну ты знаешь, мы так не зарабатываем. Это вот надворовать и обманывать. Сейчас здесь, в России, можно заработать деньги честно с Арифлейм. Сейчас очень удачное время. Новый план успеха. Обратите внимание, компания новая каждый день. Огромное количество сейчас поощрений. Премии дает Арифлейм вам. Ведь когда мы начинали еще несколько лет назад, ну не было этого. И сейчас надо начинать. Сейчас надо делать много. Даже если вы уже подписаны на Арифлейм несколько лет, и у вас что-то не получалось. Сейчас надо действовать. Надо выходить из зоны комфорта. Надо приглашать новых людей. Приглашать разных. Не решайте за них, блин. Я долго боялся подойти к взрослым. Я вам честно говорю, люди, которые для меня казались суперуспешными. Мой тесть, он подполковник милиции. Как мне было тяжело прийти к нему и сказать, что Александр Николаевич, давайте в Арифлейм. Но я это сделал. Вы знаете, он мне отказал. Я был самый счастливый человек, наверное, на свете в тот день, когда он мне сказал нет. Потому что я победил себя. И я еще так подумал, а что если бы он мне сказал да? Что с ним делать дальше? Я тогда еще не знал. Я не был готов. Но после этого появились успешные предприниматели, у которых сети магазинов. После этого появились хозяева автосалонов, в которых я покупаю автомобиль. После этого появились директора предприятий, организаций. Важно победить себя. Важно перебороть это. Некоторые мужчины немножко комплексуют и говорят, что ну вот этот бизнес, он скорее для женщин. Извините меня, бизнес имеет пол. Для кого? Есть бизнес-леди, есть бизнес-мены, да? То есть бизнес, он для мужчин и для женщин. И только вам решать, где ваша проблема. Это вы придумали. Я не занимаюсь продажей косметики. Я занимаюсь продажей информации. Возможно, вы живете не в Москве, не в Краснодаре, не в Новосибирске. Возможно, вы живете в маленьком населенном пункте. Год назад Светлана Мухтара из хутора Черединовский, Краснодарского края. Ребят, одна улица, 40 дворов. Знаете, когда первый раз сюда приехал, гравийная дорога, мне машину жалко было. Ребят, разваленные домики такие вот, ну честно говоря, скромные, стрёмные. Тут скотина ходит, знаете, бараны, тут же пасутся свиньи. Вот прям вот тут же всё это. И я там проводил презентацию возможностей Reflame. Не прошло и года Светлана Мухтарова сейчас закрывает квалификацию директора. В хуторе Черединовском. Вы знаете, рядом дом брат живет 9%, через дорогу живет соседка 12%, ее дочь в соседнем доме 9%, там на другом конце улицы почтальон 9%, а ее соседка, девочка, школьница 6%, но они на этом не остановились. Они пошли в близлежащие хутора, села, станицы и города. Структура начала расти, но все началось со Светлана Мухтаровой в хуторе Черединовском. Одна улица, 40 дворов. И когда вы мне говорите, что вам некого приглашать, что у вас не знакомо, вы врете. Когда вы говорите, что люди закончились, это неправда, это вы закончились. Это вы скончались просто-напросто. Это вы перестали верить в себя. Друзья, я приглашаю вас начать новый бизнес. Бизнес 21 века, он актуален сегодня, он только начал свое развитие. Некоторые говорят, Арифлейм уже много. Пожалуйста, не путайте, известность и насыщенность, это разные вещи. У нас есть известность, да, все знают Арифлейм, много людей знают Арифлейм. Но насыщенность это другое дело. Зайдите домой к своим друзьям, знакомым, родственникам, к соседям, в конце концов, к себе в ванную. И посмотрите, сколько у вас тюбиков Арифлейм. Есть ли у вас зубная паста Арифлейм, шампунь Арифлейм, мыло Арифлейм, пена для бритья, бальзам после бритья. И вообще все ли у вас продукция Арифлейм? Потому что, к сожалению, до сих пор знаешь ситуацию, когда люди пришли в Арифлейм и продолжают параллельно покупать продукцию каких-то конкурирующих компаний. Ну, на мой взгляд, это просто глупо. Ведь каждый тюбик, который мы с женой покупаем к себе в дом, у нас дома только продукция Арифлейм, это инвестиция в наш бизнес. Ведь мы от товара оборота получаем процент. Мне выгодно покупать продукцию Арифлейм себе дома. А когда она хорошего качества и я приятно пахну, я всегда чистый, мне это нравится. Ну, кстати, окружающим людям тоже говорят комплименты, никто не жаловался. В заключение я вам хочу сказать, есть одна замечательная история. Скажите, кто самый богатый человек России? Кто входит в число 100 богатейших людей мира? Этот человек появился буквально несколько лет назад, да, вот в прессе. Его зовут Олег Дерибаско. Как думаете, откуда он? Это Россия, я вам уже сказал, Краснодарский край, Усть-Лабинский район. Знаете, уж точно не помню, там, по-моему, Станица Раздольная называется. Самый богатый человек России вышел из маленького населенного пункта Краснодарского края. Ну, с одной стороны, я горжусь тем, что я сейчас работаю на той территории, где родился и вырос этот человек. С другой стороны, давайте вспомним журнал Forbes, кто один из богатейших людей в мире. Ну, вы все, наверное, знаете, Билл Гейст, да, известный такой человек. Он сказал, кто владеет информацией, тот владеет миром. Скажите, вот сейчас вы слушаете эту запись, вы ее видите. Я вам продал хоть один тюбик Арифлейн? Ну, явно нет. Но что я смог сделать? Я смог передать частичку той информации, которой владею. Я продал вам информацию. И вы знаете, за это я получаю деньги. Если вы будете владеть качественной информацией о бизнесе Арифлейн и продавать ее, передавать ее людям, вы станете богатым, вы станете очень богатым. И не останавливайтесь на этом, идите дальше. Помните, был великий такой политик вообще в мировой истории, Уинстант Черчилль. Когда ему было 93 года, его пригласили выступить в Лондон. Знаете, собралась огромная аудитория, несколько тысяч человек. Под бурный оваций, аплодисмент, он вышел на сцену и сказал, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, и ушел. Так вот, я желаю вам, чтобы вы никогда не сдавались, чтобы вы никогда не останавливались и только вперед, не тормозить, только вперед. Вы это можете, я верю вас, у вас получится. И мы с вами будем вместе встречаться не только на банкетах директоров России, а также золотых исполнительных конференциях за границей. Желаю вам удачи, успехов. Но о том, как у вас получилось в Reflame и вашу историю успеха, я хочу слышать с самых больших сцен Reflame. Продолжение следует...